Так, сегодня говорим с вами про тренировки и, соответственно, читмилы. Мне многие пишут, Алёна, я тренируюсь, а потом у меня читмилы, всё-всё в тренду, всё вообще капец какой-то. Соответственно, здесь мы что с вами понимаем? Что во многих случаях люди тренируются якобы там удерживать вес, ещё что-то. Я, когда тренируюсь, у меня одна задача, чтобы мои митохи, мои митохондрии сказали, привет, мы помним, что ты жива и у тебя вообще всё хорошо. Некоторые тренируются, потому что, не знаю, потому что они привыкли. У кого какие задачи? Но я говорю, что если вы настроены на то, что вы тренируетесь, а потом у вас читмилы, то, соответственно, можете сразу распрощаться надолго со своими тренировками. Потому что сразу слетает детокс, слетают моменты с преждевременной, долгой, длительной работой, и всё возвращается на круги своя, типа а-ля состояние, которое было. Соответственно, каждый раз мне спрашивают, ну я вот один разок. Но если по правде, и мы поговорим с вами о вот такой истории, как внутренний детокс, то каждый может честно сказать, я срывался и, соответственно, со своего пути и могу туда вернуться. Не надо себя корить, не надо себя унижать, не надо говорить, что всё, всё закончилось, это капец. У меня такое бывает, что я в пробке, я на дороге, и я могу поесть что угодно и понимать, что это может мне навредить. То есть такое тоже имеет место быть. Но это не значит, что я не вернусь в историю здорового питания, историю нормальной еды здоровой. И мы думаем, что она иногда здоровая. Ребята, я напоминаю, столько сейчас пестицидов, гербицидов и всего, поэтому вы часто пишите, от чего мне плохо, Алена. И я вам отвечаю, что действительно во многих случаях работа с постоянным, 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 постоянным токсическим стрессом, это важно на ежедневной основе. Но другой момент, читмилы и здоровье, ну, никак не связаны. Даже никак не связаны, например, кофе и здоровье, никак не связаны многие вещи, о которых вы мне пишете. Соответственно, нет смысла тренироваться для того, чтобы нажраться. Вот просто нет смысла. Хотите нажраться? Нажритесь, отпустите это. Хотите? Это же ваша жизнь. Это ваша жизнь, ребята. И если вы пытаетесь во многих случаях просто сказать, ну, только сегодня, только сейчас, только сейчас, чуть-чуть там, чуть-чуть сям и там, где был, не надо так, не надо, этого не стоит.